Уважаемые коллеги, значение вопроса, который мы сегодня обсуждаем, действительно трудно переоценить. Электроэнергетика – это фундамент современной технической цивилизации и важнейшая часть системы жизнеобеспечения нашей самой большой и самой холодной в мире страны. В следующем году мы отметим 100-летие начала реализации ленинского плана ГОЭЛРО, согласно которому электроэнергетика становилась движущей силой всего развития нашего государства. Советский социалистический тип хозяйства открыл возможность для высочайшей централизации производства и распределения электрической энергии. Была создана самая большая в мире единая энергосистема, позволившая в беспрецедентных масштабах перерабатывать энергию в соответствии с пиковыми нагрузками и перебрасывать ее в разные часовые пояса страны. Это обеспечило значительно более высокий, чем в капиталистических странах, коэффициент использования мощности. Широчайшее распространение в нашей стране получила прогрессивная технология совместной выработки тепла и электроэнергии – теплофикация. В целом Советский Союз, безусловно, был мировым технологическим лидером в электроэнергетике. К сожалению, три десятилетия российского капитализма фактически стали потерянным временем для этой важнейшей отрасли. Сегодня от имени фракции, Александр Валентинович, хотелось бы отметить профессионализм доклада и работы вашей команды, и было приятно слышать об определенных успехах. Однако, если мы обратимся к цифрам, которые характеризуют состояние отрасли, то увидим, что эти успехи весьма локальны. Лишь в 2018 году России удалось выйти на советский уровень производства электроэнергии. Показатель РСФСР 1990 года был, наконец, превышен, но, правда, всего на 1%. И пока Россия фактически топчется на месте, в социалистическом Китае с 1990 года производство электроэнергии выросло в 11,5 раз. При этом три четверти мощностей российских электростанций построены еще в советское время. Поэтому крайне остро стоит проблема износа сетевого хозяйства. Доля распределительных электрических сетей, выработавших свой нормативный срок, составляет около 40-50%. В результате в некоторых отечественных сетевых компаниях потери в электросетях достигают 30-40%. Сегодня мы часто задаем вопрос, почему не растет экономика России. Одна из причин стагнации – высокие энерготарифы. По официальным данным, с 1999 по 2018 год цены в нашей стране выросли в 6 раз. Между тем, за это же время цена, по которой покупают электроэнергию промышленные предприятия, выросла в среднем в 10 раз, а стоимость электроэнергии для населения более чем в 15 раз. Сегодня тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей с учетом паритета покупательской способности у нас уже вдвое выше, чем в Соединенных Штатах Америки. А нашему сельскому хозяйству электричество обходится в 2 с лишним раза дороже, чем даже промышленности. Это просто удавка для российских аграриев. Давайте, наконец, честно признаем, что при таких энерготарифах никакой серьезный экономический рост, тем более в несетевых отраслях, невозможен. Кроме того, требуется обновление фондов в энергетике не только по экономическим соображениям. Это вопрос жизни нашей страны. Только за последние три с небольшим года в России произошел целый ряд крупных энергоаварий на Урале, Дальнем Востоке, в Татарстане и Санкт-Петербурге. Они носили каскадный характер с лавинообразным ростом отключений. Каждый раз впоследствии затрагивали множество регионов и миллионы энергопотребителей. А локальные аварии с обесточением и прекращением отопления в зимнее время отдельных населенных пунктов и не перечислишь. Но что будет, когда все 20 миллионов киловатт энергомощностей, унаследованных от Советского Союза, постепенно будет выходить из строя? Да, практически все сделанное в СССР имеет огромный запас прочности. Но нам необходимо самим уже вкладывать серьезные бюджетные средства в энергетику. Теперь о наших главных предложениях по развитию электроэнергетики. Первое. Это обновление генерирующих мощностей и сетевого хозяйства. Оно должно быть резко ускорено. Вот мощностей, которые Минэнерго называет большим, на самом деле мало на фоне огромного долга по обновлению основных фондов оботрасли. Необходимы масштабные государственные инвестиции в электроэнергетику. Но, как справедливо отметил лидер нашей фракции Геннадий Андреевич Зюганов, при обсуждении бюджета, с таким бюджетом, который сейчас рассматривается в Государственной Думе, ни о каком развитии, в том числе данной отрасли, говорить не приходится. Электроэнергетика должна развиваться более равномерно в территориальном плане. По нынешней географии ввод новых энергообъектов прекрасно можно увидеть приоритеты. Наращивается экспорт электроэнергии в Китай и Европу, обновляются энергообъекты вокруг мегаполисов и нефтегазовых регионов. Однако, Россия почти ничего остальной не получает. Мы живем старыми советскими энергомощностями и сетями. Надеемся, что они еще долго протянут. Так не годится. Мы обязаны обеспечить абсолютную надежность энергоснабжения на всей территории нашей страны. Нам необходимо восстановить национальный контроль над электроэнергетикой и добиваться реальной, а не декларативной диавшеризации. Необходимо восстановить отраслевую науку. За последние 10 лет ликвидированы многие важнейшие отраслевые научные центры, в частности, НИИ электроэнергетики. И на самом деле мы считаем, что финансирование отраслевой науки должно составлять не менее 5% от валового внутреннего продукта, создаваемого в электроэнергетике. Ну и, конечно, ключевая задача профильного министерства совместно с ФАСом – это снижение энерготарифов. Не контролируемый рост, а именно снижение. Чиновники министерства должны думать об этом каждый день, потому что сейчас эти тарифы просто душат развитие отечественной промышленности, сельского хозяйства, малого бизнеса. Кроме того, назрела необходимость наведения порядка в работе электросетевых, электросбытовых компаний. Вы посмотрите, себестоимость производства электроэнергии в разы ниже той цены, по которому она отпускается конечному потребителю. Сегодня электросетевая составляющая в структуре конечной цены на электроэнергию достигает 60%, что в три раза больше, чем в 1990 году. Это нонсенс. Давайте наводить порядок и снижать тарифы. Уважаемые коллеги, электроэнергетика – это отрасль, от надежной работы которой зависит само существование современной цивилизации на территории нашей страны. Сама жизнь – 150 миллионов наших соотечественников. Это отрасль с очень длительным инвестиционным циклом, поэтому нынешние вложения в энергетику в значительной степени определяют будущее наших детей и внуков. Мы очень надеемся, что сегодняшний серьезный разговор о ее развитии будет иметь действительно важные последствия в изменении государственной политики в этой сфере. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok